Эти фото появились накануне в одном из ставропольских пабликов на снимках того, что превратили в владельца свою квартиру. И мало того, согласно подписи автора поста, в этой помойке живут маленькие дети. История сразу вызвала громкий общественный резонанс, собрала сотни комментариев от подписчиков. О боги! Что там случилось? Соседи что, никто не видели? Слов нет. Недавно охали, смотря на первом и на втором каналах такую историю. Оказывается, под носом творится то же самое. Молодцы, что не прошли мимо. А начиналось все банально. Абоненты обратились к интернет-провайдеру и попросили прислать специалиста, чтобы отремонтировать кабель. На вызов приехал Артем. Имя по просьбе героя изменено. То, что он увидел на месте, переступив порог квартиры, повергло мужчину в шок. Видно, что было годами уже этот мусор не выносился. Мухи летают, запах гнили, как разлагающийся непонятно чего-то. Двери закрыты на балкон. Видно, что двери очень давно уже не открывались. То есть плесень, ободранные обои. На обоях двойным просто слоем сантиметровым сидели две мухи. И больше всего, конечно, ужаснуло то, что двое детей, две маленькие девочки, в возрасте где-то в районе трех-четырех лет максимум. То есть они по всему этому ползали. Артем, рассказывает, попытался поговорить с главой семейства, но ничего внятного от мужчины не услышал. Когда хозяин квартиры пошел проверять выполненную работу, сделал фото. Что вас в итоге побудило выложить эти фотографии? Я показал супруге, ну так как я сам отец ребенка, у меня такой же трехлетний мальчишка растет. И я просто посмотрел, в какой антисанитарии просто дети живут. Даже для взрослого человека это не человеческие условия. Я показал эти фотографии супруге, и супруга настояла и добилась все-таки до всех инстанций, чтобы все это придало огласке. Своего Артем с супругой добились. После публикации мусорной квартирой заинтересовались органы опеки. По поручению губернатора края Владимира Владимирова на место выехала уполномоченный по правам ребенка Светлана Адаменко. По ее словам, в квартире помимо родителей находились две девочки трех и четырех лет. Детей семьи забрали и поместили в больницу на обследование и реабилитацию. Чувствуют дети себя удовлетворительно. Они еще несколько дней пробудут в больнице. Ну а органами опеки и полиции началась проверка. Не должно быть эти речи категорично о лишении родительских прав. Но все будет зависеть от того, как сами родители будут стараться исправить ситуацию. А сейчас мы попробуем пообщаться с жильцами той самой квартиры, которая накануне стала звездой интернета. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Ну что ж, дверь подъезда нам открыли. Попробуем пообщаться с хозяевами. Но стоит отметить, что вот даже на входе, наверное, эту квартиру можно найти по запаху. Хорошо, камера его не передает. Здесь на самом деле стоит жуткая вонь. А вот и квартира. Мы долго стучали в дверь. В квартире были слышны женские голоса, но нам никто не открыл. Едва мы собрались уходить, как подошел хозяин дома. Здравствуйте. А вы отсюда? Я? Да. Это ваша квартира? Да. Мужчина, на первый взгляд, был адекватен, пошел на контакт. Попросил только лицо не показывать. Говорит, стыдно. Вот как он объяснил ситуацию. Я работал. Я просто работал. Жена с детьми занималась, уставала. Я с работы приходил, уставал. Как выяснилось, родители им 22 и 29 лет на учетах в органах опеки не стояли. Пока дети будут в больнице, горе родителям предстоит генеральная уборка. Если, конечно, они хотят вернуть малышей. Мои принцессы. Я их очень люблю. Ну и сейчас что будете делать, чтобы вернуть их? Порядок наведу, лимон сделаю, все восстановлю, как положено, по порядке, чтобы вернуть их. Мусор в этой квартире копился, только вдумайтесь, с 2015 года. И тут возникает главный вопрос, почему никто из соседей не забил тревогу. Оказалось, в этом доме общаться не принято. С соседями с этими вообще никак не общаетесь? Нет, я их ни разу не видел. Как бы слышал, что там шум какой-то там происходит, что-то. Ну там, ну мало ли, как бы все родители ругаются на детей. Не, не слышала девушка, если честно. А вообще соседи знаете? Да и не особо, там недавно здесь. Квартирой с душком заинтересовалась краевая прокуратура и начала проверку. Уголовное дело по факту проживания детей в антисанитарных условиях передано следователям Краевого управления Следственного комитета России. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователи Следственного комитета устанавливают условия жизни детей, выполняют комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Буквально месяц назад всю страну потрясла история пятилетней Любы из Москвы. Родная мать оставляла малышку одну в квартире, заваленной мусором. Ребенок был истощен и запущен. Обнаружить его так же, как и в нашем случае, помогла случайность. Стали внимательнее относиться к соседям Кира Рогожина и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.